Приветствую вас! Сегодня выходной. Ну что, давайте спечем блинчики. Ну, по-русски это называется блины с творогом. По-украински млинцы и с сыром. Но, если вы будете в Полтавской области, Черкасской, да вообще в Украине, в сельской местности, вы услышите слово налыстники. Вообще народное название вот этого блюда, налыстники. Ну хотя, вы скажете, да нет, ну, млинцы с сыром тоже пидеют. Я думаю, вы спорить не будете, что это блюдо чисто татарское. Да, скорее всего. Вот что значит влияние татара. Ну, видите, такая стопка блинчиков испеченных. Ну, вот если помните кавказского пленника, когда его ввели, завели к эмирам чеченским. Они что ели? Правильно, блины лежали, они ели. Вообще, что касается русского блина, то он, если верить похлебкину, совершенно не такой, как здесь на картинке. Знаете, смотрите, согласно рецепту или научных изысканий, похлебкина, он утверждает, что русский блин печется и с дрожжами. Как делается? Замешивается тесто, добавляется дрожжи. Вообще, я считаю, что первоначально русские блины ржаные. По этой причине обязательно закваска, обязательно. Они довольно плотненькие. Почему плотненькие? А потому что вы берете ложку черной икры или красной. Так, ах, на блин, квадратик сложили. Хап, это русский блин. Ну, я не знаю, насколько это сейчас популярно в России, именно на дрожжах печь. Ну, возможно, кто-то печет. В Украине, честно говоря, я не встречал именно таких. Хотя, кто его знает? Почему бы не сделать? Да, вот этот блин, который печется, видите, такой худенький, худенький. Ну, понятно, что дрожжей быть не может. Рецепт довольно простой, до невероятности. До невероятности простой рецепт. Мука, яйца, соль и молоко. Маленький трюк. Очень-очень маленький трюк. Хотите, чтобы он был такой немножко подзагорелый, добавляйте сахар. Сахар просто горит в процессе. Хотите, чтобы был более желтенький яйца. Вообще, запомните, если хотите, чтобы был более вкусный, добавляйте больше яиц. Ну, трюк довольно простой. Больше яиц, больше вкуса. Такая вот ситуация. Тесто делать какое? Правильно. В советские времена говорили. Рубить тесто, как сметана. Но в советском магазине сметана была такая жидкая, как тесто для приготовления блюда. Это действительно факт. То есть был такой четкий рецепт. Ну, сейчас вы сделали. И есть такой маленький-маленький трюк. Чтобы каждый раз сковороду не мазать, вы подсолнечное масло или оливье раз, залыли и сработали. Да, учите, сковороду надо очень хорошо прогреть. Тогда раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз и напекли. Вкусно-питательно. Причем, возвращаемся к татарскому обычаю. Есть такое действительно, ну скажем так, восточное блюдо. Ну, скорее всего так. Вот так вот стопочку блинов вы делаете, перемазываете сахаром и маслом. И получается такой тортик. Очень жирный, очень сладкий. Очень вредный, но ужасно вкусный. Вот такая проблема. Но, возвращаемся к налистникам, налистникам, нашим налистникам. Традиционно налистники, это действительно должен быть творог. Ну, я так понимаю, что или сами бы пробовали, или слышали. Ну, вы уж разговоры точно слышали. Вот у моей бабушки, вот это были налистники, вот это были налистники. Я рассказываю. Да, действительно, у бабушки довольно вкусные были блинчики с творогом. Почему? Было несколько факторов. Первое. Она использовала домашний творог. В идеальном варианте, в идеальном варианте, если вы делаете блинчики с творогом, творог должен быть хорошим. Вот в этой ситуации действительно хорошо использовать именно домашний творог. Я вам много раз говорил, что никогда в сыром виде домашний творог не употребляйте. Там очень много бактерий. Это риск. Это действительно проблема. А вот в блинчиках можно, расскажу почему. Потом, смотрите, если нет домашнего, ну нету, адыгейский. То есть у вас творог должен быть очень качественный, такой как бы жирноватый. Но если совершенно уж никакой, добавьте немножко масла. То есть вам надо поднять жирность творога, тогда вкуснее будет. Изюм. Ну, на любителя. Можно добавлять, можно не добавлять. Пожалуйста, ваше курагу некоторые добавляют. Это как хотите. Ну, понятно, сахар. И обязательно яйца. Яйца творог взбивайте. Это тоже играет. Вот это вот трюк. Сделали. Закатали блинчики. Ах, какие. Но. Почему у бабушки были? Почему у бабушки? Да потому что у бабушки печь была. И бабушка, когда блинчики вам закатывала, что делала? Стала в печь. Ну, в чугунке ставила. А вы? А вы поставите в духовку. Вот по этой причине, я говорю, можно использовать домашний творог. Когда он пройдет теплую обработку, бактерии уничтожены. Можно спокойно потреблять. Вот это сработает, ребята. А в сыром виде не стоит. Вот печи. Да, печи, конечно, она самолучная. Так томлело, потомлело. Готовенько. Раз. И потом же выставляет на стол. Ну, сметанку можно. Ну, домашней сметаны не бывает, что вы знали. Это скисшие сливки. Сама сметана в магазинах, она технологично отличается от домашней. Так что здесь выбирайте сами. Хотите скисшие сливки, хотите классическую сметану. Или вообще без ничего. Но на лисники удались. Ну, что вам скажу. Лето. В выходной. Как говорится, захотите что-нибудь сладенького, вкусненького, привлекательного? Сделайте. Порадуйте обществу. И, как говорится, приятного аппетита.